Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей. Об этом сообщает Интерфакс Украина. Согласно опубликованным данным, первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины, НАБУ, Гизоу глава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США закрытую информацию. Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы американского посольства предоставить информацию по делу в отношении экс-министра экологии и владельца компании Борисмо Холдингс Николая Злачевского. Депутат также опубликовал суммы средств, ранее перечисляемых представителями Борисмо, среди которых фигурирует Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Согласно опубликованным данным, в пользу Хантера, а также Александра Квасневского, Алана Аптера и Дивона Арчера украинская нефтегазовая компания выплатила 16,5 миллиона долларов. Деркач заявил, что международная коррупция на таком высоком уровне не могла проходить без участия бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию, в которой оказалась Украина, персонально несет Петр Порошенко, за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия», — сказал депутат. Также Деркач обнародовал данные, доказывающие незаконный сбор сотрудниками НАБУ личных данных бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина и членов его семьи. По словам депутата, все документы были переданы им в Государственное бюро расследования Украины, ЭГРЭ и органы прокуратуры. Он сообщил, что уже инициировал создание в Верховной Раде Украины Следственной комиссии о возобновлении досудебного расследования по вмешательству в выборы в США.